Им заглянут в душу, чтобы они в свою очередь не заглядывали в чужой карман. К новой методике профилактики коррупции обратились в Казани. Для сотрудников государственных учреждений проходят курсы. На них хочут не впадать в искушение, получать подарки в конвертах. Каким образом психолог тренирует самообладание у пациента? В сюжете Ксении Жарковой. Коррупция не азарт, а серьезная болезнь. Казанский психолог Рамиль Гарифуллин, взяткоманию, считает такой же опасной, как наркомания и алкоголизм. На этих уроках не выявляют взяточника по глазам. Каждый сам определяет степень риска. Если пристрастились принимать презенты ради корысти, срочно нужно искать другие радости жизни. Часто вопрос смысла жизни, смысловой вопрос. И когда у человека меняются ценности, это явление, оно просто автоматически уходит. Рыбалка, мания, спорт, мания, любовь, какие-то увлечения. Вот, например, есть различные в этом мире зависимости, которые не так опасны. Проводить профилактику начали не с чиновников, но с сотрудников госучреждений. Ляйсан на курсе антикоррупции приехала из Лениногорска. Кроме занятий по юриспруденции в расписании психологии болезни. Мы воспитываем в себе устойчивость к этому, к взяткам, чтобы было возможно, чтобы мы понимали, что это. Как бы мы можем от себя эту зависимость. Итог опасной мании – не только толстый кошелек. Желание нагреть руку, как любое заболевание, может стать хроническим. На четвертой степени взяткомания возникает сильный депрессивный синдром, вплоть до суицида. Многие просто теряют смысл жизни. Стеклянные глаза перестают чувствовать живого человека. Это пробное занятие, но, возможно, скоро за парты придется сесть и руководителям госучреждений. Ксения Жаркова, Рад Мухамедзянов, Вести, Татарстан.